Русская поле Русская поле Русская поле сдается комиссии и по нему в нем ведется продажа по предварительному договору купли-продажи а второй корпус будет сдаваться в марте следующего года и в нем еще по деду можно успеть поэтому мы сейчас к ним направимся и посмотрим на какой стадии строительства мы сюда добрались на маршрутке между прочим хотели взять машину но посмотрели что ехать минут 10 всего и поэтому на метро бунинская аллея мы сели маршрутку на которой надпись даже есть prima park она едет минут ну а целый 10 когда нет пробок а я не думаю что здесь пока еще могут быть пробки и первое что мы сказали когда мы вышли из машины ничего себе какая деревня на самом деле здесь запахло шашлыком костром здесь частные дома прямо напротив жилого комплекса поэтому ощущение очень прикольно сегодня еще очень тепло поэтому мы вдоволь нагуляемся покажем вам все и надеемся что будет также красивой внутри домов оператор заставляет мне рассказывать идти лоб в лоб на машину я надеюсь меня не собьют меня не сбили мне повезло и тогда я вам расскажу как добраться до жк prima park если вы едете на машине вам ближе всего будет с варшавского шоссе это 12 километров от мкат мы сейчас ну либо можно с калужского тогда потом свернуть налево и я очень надеюсь что вы не слушаете то как я рассказываю потому что гораздо проще забить на века до навигатор жк prima park он нас обязательно довезет но вообще стоит сказать что сейчас здесь не очень много людей живет вообще в принципе в округе только частный сектор в основном поэтому здесь дорогами ну как вот видите а такие полторы полосы но это в жилом комплексе в принципе до жилого комплекса такая же дорога ведет но мне менеджер по продажам сказал что сейчас транспортную развязку здесь все улучшают расширяют и вот буквально в декабре то есть на днях должна открыться эстакада через жиды пути чтобы до варшавки можно было добираться минуя светофор на железных путях потому что он иногда заставлял людей там лишние полчаса в пробке отстоять поэтому для автомобилистов это хорошая новость мы нашли те самые корпуса которые вот сейчас строятся и судя по тому что этот уже совсем готовенький стоит он как раз уже сдается комиссии а вот там на первом этаже еще немного не доделано не везде остекление есть значит это тот самый который будет сдаваться в марте я вижу что дома эти монолитные в принципе как и остальное весь корр комплекс наружные стены по крайней мере на первом этаже из пеноблоков а снаружи отделочный кирпич все лоджии застеклены окна соответственно тоже застеклены и я знаю что высота потолков квартирах вообще 280 но после отделки они становятся где-то 265 270 я вот вижу линию электропередач которая проходит по диагонали от комплекса и в принципе достаточно нормальное здесь расстояние там есть правда поближе одна из вышек но от корпусов жилых она гораздо дальше чем вот от вот этого жилого дома частного не знаю как он так живет кого-то на территории улыбка хочу первый раз такой фишек застройщик жилого комплекса прима парк эта компания корт роз идея создания компании зародилась еще в 2005 году в екатеринбурге в москве в 2006 уже начались первые активности вообще они работают много где это санкт-петербург екатеринбург ярославль перим сочи краснодар и объектов естественно очень много во всех городах я точно не запомню запомнила что в московской области это жк заречная слобода прима парк микрорайон богородский полностью естественно список я в статье опишу и а еще они причастны к строительству самого большого отеля в европе азимут сочи отзывы на эту компанию разные естественно есть плохие есть хорошие по другому просто не бывает из плохих я в основном встретила а замечание даже не замечание а бунтующих местных жителей в районе конькова который почему-то устроили battle практически с этим застройщиком есть очень много видео в интернете что они делили не делили там сложный какой-то объект строительства по прима парку претензий к застройщику больших я не заметила есть естественно недочеты при приемке квартир были сложности с управляющей компанией и я очень хочу узнать мнение застройщика по этому вопросу поэтому я пытаюсь в офисе продаж сейчас найти человека который мне на эти вопросы ответит у нас к вам хоть и настроение новогодние конечно вопросы сложные потому что перед праздником хочется выяснить все какие-то недочеты недопонимания недомовки до которые обсуждаются в интернете и для начала естественно нужно успокоить тех кто хочет вас купить квартиру дома будут сданы вовремя который вот один уже в принципе я знаю что он на стадии приема да да на 2 2 2 в самое ближайшее время после нового года мы тоже стремимся сдать ну то есть в принципе по это по темпам строительства успеваете никаких сложности не возникло понимаете это я не хочу такую рисовать очень сильно радужно картину что начнет сложности когда не сложности не интересно жить сложности преодолевать вот мы их преодолеваем старается преодолеть ну или получается вот как раз следующий вопрос в эту же стихию преодоление сложности я слышала про управляющую компанию тпс примапарк которая была я так понимаю при приемке как раз первая очередь нет не при приемке на пленка была другая струй дом сервис а ну то есть какое-то время преобразовалась в эту компанию и до сих пор вы говорите что она была небольшое время а до сих пор и в интернете понимаете обсуждают и до сих пор люди побаиваются что не дай бог не нет этой компании уже нет уже ее нет с апреля месяца то есть считайте три четверти года сейчас другая компания вот как я на сказал брода стоит моей довольны значит она работает так сказать совместно с нами вот те недовольства которые были у жильцов практически все сняты а вот как обстоят дела с исправлением недостатка при приемке квартир вот кто этим занимается застройщик или уже управляющие и как быстро потому что я вот видела в интернете все таки что в тех квартирах которые с предчистовой сдавались до были очень недовольны люди там в некоторых квартирах качеством предчистовой отделки в тех домах которые сдаются без отделки тоже видели люди в стенах где-то трещина где-то там окно треснутое вид еще что-то кто это решает и насколько какие сроки примерно ставят ну зависимости понимаете во первых смотря когда этот человек приходит и это замечает ну когда то есть при передачи квартиры да она тоже происходит не до времена что вторая очередь от 2000 квартир знаете ясно что люди приходили даже если там по 20 человек в день там то можно представить процедуру такая потом не все что говорит толпятся кто купил квартиру из другого города он приехал только через три месяца и так далее понимаете то есть дело такое житейское поэтому эта процедура идет определенная если это замечание значит сразу же значит у нас есть отдел такой послужба даже пост продажной подготовки так называемой то спусту как продали на что нас записывают вот эти недостатки и значит подрядчик их исправляет но то самое главное вы не открещиваетесь нет конечно да иногда даем некоторым жильцам определенные льготы как допустим оплатам мы платим за квадрату за жильца там какое-то время два-три месяца но как видит бонуса видит вот это а как по инфраструктуре вот мы знаем что одна школа один детский садик уже работают но вот на территории комплекса пешей доступности они сейчас вот одна школа один детский сад хватает места жильцам ну понимаете сильно острый вопрос не стоит но конечно хотелось бы чтобы выжиться мне не хотелось бы чтобы было больше да ну и поэтому построен у нас тоже детский сад вот на 2040 мест и вот скоро он будет передан департаменту а те вот шальники школа которые работают они на сколько места то есть наш садик я прошу прощения 140 мест тот 150 а школа который сейчас работает а школа на 300 на 350 но я знаю что мне по крайней мере по телефону менеджер сказал что в проекте еще строительство еще одна школа это где-то да да сейчас вот у нас есть обязательство перед администрацией города освободить эту площадку на которой предполагается строительство новой школы там три жилых дома можно назвать условно бараками что они старые постройки так сказать мы все три дома уже мы какие обязательные мы отселили эти дома все три дома уже отселили и значит мы их сносим два дома снесли третий дом будем сносить в январе я очень люблю когда в офисах есть макеты потому что когда я нахожусь внизу домов я естественно не соображаю что где на карте находится а здесь все сразу понятно понятно что вот как раз первые две очереди шести домов понятно что вот по этой дорожке мы проходили к стройке вот этих два и двух домов и если бы мы прошли дальше то мы бы как раз встретили детский садик и школу который уже работает и куда ходят будет своих детей мамочки местные вот этого стадиона здесь не будет он будет перенесен и на его месте как раз откроется 2 школой возможно даже с 1 объединят поэтому здесь будет такой детский сектор вот как раз по этому озеру замерзшим у меня пытался оператор провести в район стройки хорошо что не повел потому что надеюсь мы бы не провалились здесь наверное летом очень здорово гулять а еще я как-то прошла мимо и не заметила но вот здесь есть котельная которая как раз обслуживает этот жилой комплекс и в принципе здесь это должно быть тепло но и сверху понятно видно что детские площадки есть стадионы это мы вживую покажем обязательно во дворе одного из корпусов есть вот этот серый с яркими пятнами и это детский сад он еще не введен в эксплуатацию но говорят что он абсолютно готов в принципе я вижу даже отсюда занавески на окнах висят и ой но площадки вроде тоже оборудованы не работает он только по той причине что он будет муниципальным его сейчас передают городу и город немножко этот процесс затормозил но как только его примут дети туда сразу пойдут и кому-то прямо вот из подъезда буквально через дорожку перевести и ребенок будет детском саду здесь же во дворе детские площадки они все в принципе обнесены забором просто для того чтобы ваш ребенок был безопасности на тюрьму это совсем не похоже нет нет и здесь а здесь спортивные и я вижу теннисные столы есть лавочки где можно посидеть и в других дворах я видела еще площадки пойдем посмотрим ну дочистили еще не все схалтурила где-то управляющая компания ну либо просто не успела потому что лестница на детскую площадку пока еще не почищена а детская площадка ну конкретно вот это находится на крыше одной из парковок и получается в центре двора опять здесь есть какая-то качелька каруселька и я вижу там дальше баскетбольное кольцо по моему футбольный ворота но два в одном футбольно баскетбольная площадка ну и понятно какие-то лавочки зоны я вот не понимаю какое покрытие скорее всего резиновая да вроде резиновая но стандарт для детских площадок их вообще очень много я вот отсюда вижу еще одну который находится внизу и так в каждом дворе по 2 по 3 площадки качалка на пружинке машинка написано внимание вопрос выпуска давайте голосовать это все-таки машинка или ежик я за ежик этот жилой комплекс прямо парк получил награду в этом году от премии rrg ворс 2016 как городское строительство доступное жилье в новой москве и если сказать честно я всегда еду в такие далекие жилые комплексы с очень предвзятым мнением потому что это очень далеко это чаще всего очень похоже на эконом класс как мы снимали допустим южное видно или новое бутово которые здесь вот совсем недалеко и поэтому я считаю что мне априори все не понравится но это самый наверное приятный комплекс из всех что я видела здесь очень классная инфраструктура он как-то совершенно не давит хотя вокруг всегда дома наоборот как будто бы очень уютный хотя я знаю про недочеты которые есть при приемке квартир я знаю там про проблемы которые возникают иногда у местных жителей но я знаю что во всех комплексах местные жители всегда жалуются и по крайней мере мне показалось что застройщик не врал когда говорил что все недочеты они исправляют и все косяки если можно так сказать которые образуются при приемке квартир они тоже стараются все это заделать в общем для меня это наверное один из самых приятных объектов подобного класса подобном месте если вы еще не поняли то я на всякий случай повторю дома здесь разной высоты разной длины поэтому соответственно количество подъездов тоже здесь разное вот есть башня например и как раз на примере башни я покажу какие здесь входные группы изнутри как я сюда попаду ну как-нибудь наверное через домофон попаду чтобы попасть в подъезд нужно практически как банковскую ячейку проходить там входная дверь раз 1 2 тут еще есть 3 тут окошко в консьержку есть консьержку но в общем помещением для консьержки и не везде есть консьержи некоторые жильцы решают это помещение переделать под до колясочную например но здесь консьерж есть и заодно посмотрим здрасте здравствуйте можно к вам мы я вот уже только зашла мы уже увидела что очень много всяких игрушек цветочков это ваша затея или жильцов все жильцы вот у кого чего лишние игрушки они все вот приносит игрушки они для чего нужны приходит когда например молодая мамаша с маленьким ребенком заходит ребенок плачет надо быстро его отвлечь быстренько раз игрушку туда-сюда и все ребенок улыбается хорошо но то есть жильцы получать какие-то дружные у вас да очень дружные очень активные прям такие в основном молодежь живет потому что вот тут даже поэтому и старший по дому очень хорошо грамм вместе сплочает ничего себе как здорово но тогда мы еще пойдем немножко прогуляемся посмотрим спасибо спасибо я никогда не видела таких дружелюбных не знаю людей и и тем более консьерж нас уже пригласили на на новый год ну действительно вот очень красиво здесь нарядная елка здесь все ящики почтовые уставлены книгами игрушками ну коридор общем вот так идет 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 и еще одна дверь уже четвертая на моем пути здесь лифтовый холл но мы сейчас башни находимся здесь 22 этажа поэтому 4 лифта я вижу я так предполагаю что наверняка нет наверно не кнопка лифта а где ну тут есть кнопки наверняка не все работают там где по 10 этажей соответственно лифтов меньше здесь я вижу два грузовых больших и два пассажирских обычно такие по отделке входные группы абсолютно обычные но из-за того что их уже жильцы преобразовали они выглядят очень уютно поэтому все это все в ваших руках а вот это наверное одно из самых необычных явлений которые я здесь встретила это автомат с артезианской водой можно купить литр 5 или 19 я надеюсь что у них все в порядке с водой из-под крана но понятно что не будешь пить поэтому видимо здесь можно купить питьевую воду я не знаю чем она отличается магазинный и есть инструкция информация пуск информация но мне не хотят рассказать но в общем 6 рублей за литр и у вас будет чистейшая артезианская водичка инфраструктура в жилом комплексе на 8 домов я насчитала три аптеки вот одна кстати из них около четырех наверное магазина причем два крупных супермаркета прям подряд стоят магнит и пятерочка внутри корпусов есть небольшие продуктовые магазины я видела зоомагазин хоз товары электротовары как это сантехника даже по моему было и в принципе еще очень много пустующих коммерческих площадей которые могут занимать все кому не лень если у вас есть деньги можете пожалуйста арендовать и открывать хоть не знаю насочно-чулочные изделия какие-нибудь поэтому в принципе для такого количества домов мне кажется хватает инфраструктуры я бы какой-нибудь может быть спортивный клуб бы здесь еще открыла чтобы пока ребенок садик или школе можно было позаниматься каких-нибудь аэробикой акробатикой по поводу контингента и местных жителей но пока все что мы видели все кого мы встречали это были наверное самые чудесные люди и самые милые доброжелательные мы даже вот знаем что они собираются вместе новый год отмечать но при этом в интернете я находила видео что-то типа пьяные под окнами прима парка или что-то в городе естественно это не застройщику и не к управляющей компании проблемы и запросы это все касается непосредственно тех людей которые покупают здесь квартиры тех людей которые пьют но к чему я все это веду я веду к тому что в новых корпусах 23 вот там и 22 которые строятся откроют отделение полиции и соответственно если вдруг вам какой-то сосед поднадоел или в 23 часа 00 он начинает сверлить вы спокойно звоните в это отделение говорите здрасте заберите пожалуйста они вот буквально в течение пяти минут наверняка надеюсь придут и все исправят какие же квартиры купить в тех домах которые сейчас даются можно купить однушку двушку и трешку площади от 37 квадратных метров до 80 в общем и стоимость от 3 миллионов 600 тысяч до пяти с половиной миллионов примерно есть сейчас акции естественно новогодние некоторые квартиры можно купить со скидка до 11 процентов в принципе не знаю успеете вы посмотреть наш ролик до нового года что-то купить но в январе возможно какие-то пост новогодние скидки появятся и ипотеку предоставляют в том числе сбербанк втб открытие возрождение из больших таких банков есть еще квартиры всех домах которые сданы двухуровневые в одном из корпусов остались двухуровневые квартиры и например 78 квадратных метров двухуровневых вы можете купить примерно за 7 миллионов а вот эти камни искусственные которые есть вы уже заселенной части подобные будут вне заселенной части и это что это парковка здесь на в большой части комплекса уже две таких парковки функционируют в той части которой еще не заселена одна парковка там можно купить как раз места если вы отдельно место покупаете машина то примерно полмиллиона если сразу покупать квартирой то говорят но тысяч на сто будет дешевле и ну вот сейчас непонятно сколько там машин есть сколько нет говорят что осталось около 60 мест то часть которая не заселена если вы вдруг не хотите приобретать место то стихийная парковка вам в подарок практически предоставляется и на удивление мне кажется это одна из самых больших стихийных парковок которые я видела в жилом комплексе потому что места есть внутри дворов здесь нет функции двор без машин снаружи домов а территория довольно большая поэтому пока мест я надеюсь хватает но я обязательно об этом поговорю с местными жителями они мне вот точно правду скажут хватает или нет давайте рассказывать вы давно живете в этом комплексе года три наверно то есть в самую первую очередь заселились да ну тогда рассказывайте какие плюсы минусы есть минусов и плюсов в принципе так средний ну вот были при приемке квартиры допустим какие-то косяки обнаруживали не мелкие не достать незначительные такие их даже не стали описывать исправлять они сами сделали а как инфраструктура я вот вижу что вроде всего хватает а вот может что так скажете чего не да не все вот два магазина открылась продуктовых остановка сейчас на варшавку съезд сделают вы на машине или на автобусе добираете сюда не на машине машине в бах как пробки встаете не встаете где-нибудь ну да на переезде пока не открыли переезд встаем как раз вот там где истокаду сейчас хотят да 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 она спасет действительно поможет спасет она полностью на варшавку выездил а сейчас приходится на надо постоять ну да но ездить дорога на бутово большинство наверно через бутово выезжает потому что не стоят как управляющая компания вовремя ли все делает чистит ли нет ли к ней претензий каких-нибудь да нет нормально все это просто поменялось управляющая компания была какая-то проблемная да проблемная была мы убрали все же счастливы довольны нормально как народ вообще в комплексе мы вот что-то видим все-таки какие-то веселые общительные дружелюбно на самом деле вот вы меня встретили веселые поэтому все какие-то веселые нормально да все в магазине с чем вообще точно продукты продают прекращайте ну что парковки кстати вот где паркуетесь здесь не покупали место на подземном не зачем а хватает ли нет такого что ночью приехал и стать негде кстати можно сделать парковку да такую где-то там в поле где-нибудь поставить нормально будет вообще вечером проблематично ну да здесь найти про парковочку проблематично принципе что хорошего что плохого нужно заселяться не нужно вот теряться конечно нужно почему очень больше народ тем веселее мне кажется вам тут и таком весело не да нет не всегда а что не почему не сюда грустим для ходить некуда вот давайте куда пытаетесь ходить или когда хотелось выезжаем вы только выезжаем в город в центр если гулять то выезжаем чего не хватает чтобы погулять чего не хватает кинотеатров нету поблизости хотя бы тех же самых на коньках некуда то есть площадка есть в гарнизоне но там без проката она бесплатная так что еще ну всякие боулинги и прочее такого нет нет ничего там говорят построить потом торговый центр говорят эти разговоры слышал еще с самого заселения когда то первую квартиру купили здесь ну да и до сих пор пока не до сих пор ничего то есть должен был торговый центр строится на поле и а вот и ныне там поле пустое ну если честно говорят пока что необходимости вроде как большой не было потому что есть я так понимаю что магазины всякие супермаркеты все это есть магазины есть хорошо да но они очень маленькие сами по себе то есть мы мы ездим например ездим все равно на станцию в пятерку там она больше а вот эта пятерочка маленькая она маленькая да и то есть получается что ассортимент там больше как у вас вот с парковкой парковка с парковкой если приезжаешь после девяти вечера тоже все проблемы но это сейчас корпуса вот эти заселятся полностью и будет парковка и почему не стали покупать кого место на парковке я когда покупал у меня стоимость парковочного места выходила в пол машины поэтому я как-то был не готов к этому вот а в целом так если очень чистили чаще сразу после снегопада было бы хорошо мы сегодня видим целый день что они чистят то есть снегопад прошел дня через три не начинает только чистить вообще как управляющая тарифы недорого ли тарифы все как-то оплата за месяц где-то в районе зимой 56 это сколько квадратов 56 но это со всеми со счетами да 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 но опять же то есть получается сейчас горячую воду нам они не горячего до отопления начали считать по количеству квадратных метров они по счетчику объясняется управляющий объяснил тем что не во всех кого не на всех квартирах стоят счетчики отопления и нету счетчиков подъездных как это должны быть они по проекту вот поэтому нас считают по квадратным метров считать они вы давно живете здесь три года в первую очередь заселились да получается что вам нравится здесь что не нравится может быть нравится не нравятся шумные соседи ремонт у них вообще не заканчивается вечный у всех тем более но там же есть определенное время по закону которым нельзя шуметь до 23 можно а потом вроде как ну они да это хоть ночью хоть когда все ремонтируют вы не пробовали его в управляющую пожаловаться на них но они везде развесили эти объявления но все равно не действует мы больше скажем что планируют в следующем году скорее всего открыть пункт полиции вот там где встроиться корпуса и можно будет если что звонить будут приходить у нас участковый приходилось а есть участковый да у дома есть нравится нравится ой не нравится что сквозняки на площадках да вот они построены так что они деревьев ничего не загораживает и поэтому сквозняк постоянно летом например мы одеваем детям с длинными рукавами кофточки нам видимо сегодня чертовски повезло потому что мы наоборот ходим и думаем а где же хоть какая-то подуновение ветра потому что сегодня штиль полнейших подниметесь на площадку и начнется и по только одна площадка сзади этого дома она хорошая где можно здесь но вообще есть где вот прогуляться выйти с ребенком площадок много достаточно интересно не хватает здесь при клинике например при клинике щербинский она далеко оттуда идти но это да мы посмотрели что только через железную дорогу до получается а вы на чем вообще на каком транспорте сюда обычно выбирать но такси дорого выходит из москвы такси сюда да ну я из бутова тот оттуда общественный транспорт и легко добираться до туда рублей 300 в принципе терпимо но если часто есть конечно в очередь в садик уже пытались стать старший ходит садик а ходит как и нормально вместо в этом место хватает на сначала ходили ущербинку нас записали потом перевели нас сюда этого комплекса там находится за который строится дома местам да 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 и ходим нам дорогу открыли там стройка конечно идет нам открыли потому что мы ходим с этим хороший садик там нормально ну вот аптеку открыли нам новую здесь хорошо розаптека магазин два магазина нормальный торговых центров нет ничего нет ну говорят опять же не он ждать нужно ну а так за три года моя которая здесь поменялась очень много в лучшую сторону меня в лучшую да у нас не магазинов не было ни аптеки вообще ничего не было вы когда квартиру принимали были какие-то недостатки прям были вот до сегодняшнего дня я с окнами борюсь потому что как-то застройщик с этими окнами переборщил то они что-то не то то регулирует приходит я опять не то продувает да да продувает но вообще реагирует на жалобы если вы звоните в управляющую приходят вот недавно с отоплением я думала что-то потепление было на улице у меня не было в курсе я здесь сидела дома смотрю дома и отопление уже такое постыше пошла в управляющую компанию они пришли и объяснили мне что там оказывается стоит счетчик ну что-то такое от перевода давления вот на улице тепло когда понижается градус в отоплении то есть принципе они его реагируют это же хорошо до туда реагируется но мы поменяли наш управляющий компании первое которое нас все время обманывала мы у нас активные очень жители есть главный главная женщина здесь которая быстро реагирует на все мы увидели что нас обманывают поменяли управляющую компанию обманывали в плане по деньгам как-то насчитывали значит насчитывали да потом долги нам откуда за приписали всякое такое но у нас слава богу с хорошей компанией довольны вот здорово хорошо спасибо вам большое за интервью что можно сказать о районе в котором находится жилой комплекс прима парк но по большому счету если оглядеться вокруг то кажется что вокруг нет ничего кроме поля и частного сектора но по большому счету вот там за теми корпусами которые как раз сейчас строится есть железная дорога а за железной дорогой самый центр щербинки между прочим там есть и не школы и детские сады и даже несколько фитнес-клубов и несколько поликлиник если вдруг вам надо вы либо потом по эстакаде туда переедете ли вы даже пешочком можете прогуляться а так что еще можно сказать здесь красиво потому что есть такие елочки наш оператор в них влюбился сейчас тишина хотя я знаю что буквально меньше чем километр до аэропорта оставь его и должны летать самолеты но я ни одного из них пока еще не видела и уж точно не слышала а экология здесь ну практически идеально я такой кристально чистой экологии давненько не видела у жилых комплексов есть парочка котельных одна промзона но они абсолютно безвредны и никак не влияют а кстати вон там в поле планируют построить торговый центр самая время для итогов по жилому комплексу прима парк как банально бы это не звучало но здесь есть плюсы и минусы что из плюсов я заметила во первых это развитая инфраструктура самого комплекса я начитала здесь много магазинов аптек все время что-то еще открывается есть школа есть детский садик еще один детский садик будет открываться это плюс но изменился инфраструктуры сразу есть недостаток в развлечениях то есть нет какого-то торгового центра пока кинотеатра боулинга и так далее но вот из развлечений пока парк который рядом есть озеро возле которого можно будет прогуляться меняшь машина собьет нет не собьет что дальше из плюсов из плюсов что есть квартиры в сданных домах и не в сданных причем вот можно выбрать в каком корпусе вы хотите но минус квартира осталось немного поэтому нужно торопиться парковки плюс что есть парковки теперь собьют нашего оператора есть плюс в том что парковки бывают платные подземные и стихийные во дворе опять же недочет что стихийных никогда не хватает поэтому заранее продумайте этот момент из плюсов что дома уже на такой практически совсем-совсем готовы на высокой стадии строительства что нет сомнений что их достроит и сдадут вовремя один из них уже в принципе даже сдан из двух корпусов и в принципе еще в плюс застройщику что до проблему не случается при приемке квартир иногда вот бывает управляющий до какую-то не такую выбирают но опять же из плюсов проблемы все решаются мне это очень понравилось что встречают приветливо рассказывать мне от проблем не уходят и в принципе мы поговорили жителями и они тоже сказали что даже проблемы которые были все их решили поэтому обязательно сюда приезжайте гуляйте смотрите нравится вам или нет если я что-то забыла рассказать прочитайте мою статью и другие мои статьи читайте смотрите ролики на новостройках точка ру пока